Привет, я Влад, это Сайван и рубрика Пушка. Новые загадки, открытия, изобретения и идеи, которые заставляют задуматься, вдохновляют или просто поднимают настроение. В заголовке лишь одна из новостей, что я отобрал для вас сегодня. Для быстрой и удобной навигации по ролику пользуйтесь оглавлением. Итак, сегодня у нас. Ученые обнаружили микроорганизм, который невидим для нашей иммунной системы, поэтому она даже не пытается защищаться от него. Тайные записи Исаака Ньютона ушли с молотка. Отец классической физики пытался взломать код египетских пирамид. Астрономы сделали фото одной из самых загадочных структур Вселенной, космической паутины. Открыто новое состояние активного вещества, и оно связано с поведением стаи скворцов и толпы людей. Вакцина от рака, беспроводная зарядка от сетей 5G, и правда ли, что женщины, главы государств, лучше мужчин справились с пандемией? И две новые головоломки для самых неленивых. И последние пока не начали. Спасибо всем, кто поддерживает нас на Патреоне и здесь, на Ютубе, с помощью этой волшебной кнопки. Особая благодарность Павлу Новикову, Дебаглеру Фриману, Павлу Дунаеву, Сергею Чапаеву, Алексею Леонову, Роману Шестакову и Джан Каю. Со всеми вами, друзья, не пропадешь. Начинаем. Мы привыкли к мысли, что наша планета обитаема, что живые организмы выносят самые безумные условия и выживают в самых невероятных местах. Недавно экспедиция у берегов Австралии подняла с глубины почти 6 тысяч метров куски глины и слоя грунта, которому больше 100 миллионов лет. И там, где почти не было кислорода и каких-либо питательных веществ, оказались древние бактерии без признаков жизни, но не мертвые. Едва им дали немного поесть, как они взбодрились и начали размножаться. На околоземной орбите на борту МКС нашли неизвестные науки бактерии. Только что вышло про это исследование. Оказалось, что это потомки привезенных с Земли организмов, которые помогали в прошлой жизни бороться растениям на Земле с болезнями. На станции крепыши развились и мутировали в новые штаммы. А еще раньше мы с удивлением обнаружили супербактерии, которые жили в открытом космосе на внешней стороне корпуса МКС. Три года эту разновидность выживальщика, да и на кокус радиодуранс. Знали давно, ее даже внесли в Книгу рекордов. Но что она настолько может наплевать на смерть, наука не знала. И теперь вопрос. Готовы ли наши тела к встрече с такими чужаками? Похоже, намного хуже, чем человечество до сих пор себе представляло. Найдены микроорганизмы, невидимые для нашей иммунной системы. Они могут проникнуть внутрь, и сигнал тревоги не сработает. Хотя вторжение уже началось, потому что наше тело просто не способно их замечать. Не бороться не получается, а даже замечать. Хотя это единственное, что нас спасает, когда мы сталкиваемся с новыми патогенами. С ковидом, например, иммунные системы многих людей не справляются, но обязательно понимают, что перед ними чужак. Одно из самых частых осложнений ковида, воспаление легких, это, напротив, слишком сильная реакция иммунной системы, а вовсе не диверсия зловреда. То есть тело видит и действует. И это отлично вписывается в современные научные представления об иммунной системе человека. Они держатся на простой идее. Наше тело, так или иначе, опознает все инородные микробы. Но тут появляются бактерии, которые для него просто невидимы. И современные представления начинают трещать по швам. Правда, именно такие слабости, неизвестные нам пределы возможностей иммунной системы, и хотела найти команда исследователей, для чего отправилась в морскую экспедицию. Искали микроорганизмы, которые в природе никогда бы не сталкивались с людьми. Это просто и с любыми другими млекопитающими. А это уже намного сложнее. Если не сталкивались, то не должно быть механизмов привычного взаимодействия, которые сложились бы с эволюцией наших видов. Ученые нашли такое тихое и удаленное место, недалеко от островов Кирибати в Тихом океане, на глубине 4000 метров. Убедились даже, что пути миграции китов проходят вдали. Использовали подлодку дрон. Собрали на дне образцы воды, донных осадков, глубоководных губок и морских звезд. Из них извлекли бактерии и вырастили колонии в лаборатории. А затем начали подсаживать к иммунным клеткам мышей и людей. Так вот, 80% чужаков обошли защиту и остались незамеченными. Но как? Дело в том, что у клеток иммунной системы есть особые сенсоры. Рецепторы опознавания паттерна. Это такие белки на поверхности клеток иммунной системы. Они понимают, что встретился незнакомец по его прическе. То есть длинным цепочкам сахаров на поверхности чужеродной клетки бактерии. Липополисахаридом. Так вот, у найденных глубоководных бактерий эти цепочки оказались заметно длиннее, чем у наземных родственников, с которыми мы обычно и имеем дело. Иммунные клетки, судя по всему, просто не умеют опознавать такие длинные цепочки и пропускают мимо. То есть, как если бы вы одичали, заросли без походов в парикмахерскую и вас перестали узнавать. И вообще даже замечать, будто вас просто нет. Это основное пока объяснение. Как на самом деле работает такая невидимость, предстоит еще понять. Ученые надеются открыть новые возможности в иммунотерапии, когда мы бьем лекарствами не по источнику болезни. Иногда это просто слишком опасно, как в случае с определенными видами рака. А пытаемся настроить или переключить в нужный режим нашу собственную иммунную систему, чтобы она расправилась с болезнью. Здорово, если получится. Все-таки удивительно, как мы умеем находить подсказки для решения самых сложных вопросов. Например, жизни и смерти. Там, где меньше всего ожидаешь. Например, на дне океана. Недавно на Собис за полмиллиона долларов продали обгоревшие записки Исаака Ньютона, которые никогда не публиковались. Но теперь мы знаем, что в них было. Гений и отец классической физики боялся, что огласка записи может стоить ему карьера, которая уже и так отлично складывалась. И был прав. Он еще не знал, что скоро ему предстояло стать хранителем монетного двора Англии. В тайне уважаемый сэр Ньютон занимался алхимией, оккультизмом и собственной теорией апокалипсиса. И все это в сердце насквозь религиозного христианского государства и общества. Достоверно неизвестно, но говорили, что любимый пес по кличке Алмаз прыгнул на рабочий стол ученого и опрокинул подсвечник. Заметили и потушили не сразу, поэтому часть текста навсегда утрачена. Но благодаря тому, что сохранилось, мы теперь знаем, что Ньютон был одержим идеей взломать код древнеегипетских пирамид. А то, что код непременно был заложен в архитектуру по-настоящему загадочных по тем временам сооружений, ученый не сомневался. Древнеегипетские надписи расшифруют только полтора века спустя. И только в 19 веке мир начнет открывать древнеегипетскую историю и культуру по-настоящему. А пока что заканчивался 17 век. И Ньютон надеялся вычислить таинственную единицу измерения, которую использовали строители пирамид. Королевский кубит. Ученый полагал, что древнеегиптяне с ее помощью умели измерять окружность Земли. А еще, что это был ключ к другим единицам измерения, через которые можно выяснить размеры Иерусалимского храма, с которого начнется апокалипсис. А значит, и предсказать конец света, и заодно расшифровать скрытые смыслы в Библии. Заметки были написаны на смеси английского, иврита, латыни и греческого. У алхимиков было модно шифровать и запутывать свои заметки, чтобы коллеги не украли идеи, или коварные враги не могли использовать против автора, у которого карьера шла в гору. Если вы предпочитаете в серьезных и сложных вопросах ясность и удобство, то лучше, конечно, использовать понятные инструменты. В покупках валюты, акции и других ценных бумаг это Тинькофф Инвестиции, полноценный биржевой брокер с очень крутым мобильным приложением. У нас в команде с iOne как минимум двое решили вместо банковских укладов с неприлично низкими ставками часть своих сбережений инвестировать в ценные бумаги. Не чтобы стать миллионерами, нет, торговля на бирже это еще и риск потерять в любой момент свои деньги. Именно поэтому они хотели аккуратно, в безопасном режиме поэкспериментировать и разобраться на практике, что к чему. На короткой дистанции нервы они себе, конечно, потрепали, потому что с непривычки бывало видели, как купленные бумаги теряли за день в цене по 30-40 долларов за штуку. Например, Virgin Galactic отменила запуск ракеты и котировки ее обрушились. Правда, другие акции на той же короткой дистанции вырастали. Но ребята взрослые, поэтому с самого начала им интересна была длинная дистанция, а на ней немало стабильно растущих компаний. Если посмотреть за год-два-три, то цены на акции, например, Apple уверенно карабкаются вверх. В Тинькофф Инвестициях очень много сделано для новичков. Простой интерфейс, удобные инструменты и прозрачные условия проведения сделок. Пополнять счет и выводить деньги можно на карты любых банков. Ребята еще заметили и похвалили, что в отличие от других брокеров, ввод и вывод денег со счета на карту происходит мгновенно и без комиссии. Есть робот-советник, который объясняет не все, но самые часто задаваемые вопросы и важные нюансы, не хуже человека. Ну и для тех, кому интересно и кто такой же новичок, переходите по ссылке в описании под этим роликом на бесплатный курс по инвестициям для начинающих. Акула и Уолл-стрит вас это не сделает и ни к чему не обяжет, но поможет начать ориентироваться. После прохождения Тинькофф подарит за обучение пакет акций стоимостью до 25 тысяч рублей. Если решите погулять по весеннему лесу, то присмотритесь к поваленным деревьям и пням, особенно там, где кора отваливается. Вам может попасться на глаза одно из самых удивительных существ – физарум полицефалум. Это одноклеточный организм, который долгое время считали грибом, но потом решили, что все-таки это разновидность амебы, которая пока не вписывается в существующую классификацию. Часто ее называют слезевиком, не путайте со слизнями. Она без мозга нервной системы умеет прокладывать маршруты не хуже лучших инженеров. Это она воспроизвела транспортную систему Токио в знаменитом эксперименте, когда ученые разместили овсяные хлопья относительно друг друга, как основные узлы железной дороги японской столицы. И слезевик проложил каналы для поставки питательных веществ между ними. Получилась схема, которая поразительно совпала с реальной транспортной схемой Токио. Стоит ли удивляться, что ученые решили составить с помощью слезевиков карту одной из самых загадочных структур Вселенной – космической паутины. Расчеты и модели давно показывают, что между галактиками должны быть невидимые нити свободного водорода. Из этой паутины и образовались галактики, но засечь слабое излучение вещества в таких нитях крайне сложно. А слезевик, как большой спец по прокладыванию оптимальных маршрутов, мог бы подсказать, как такая паутина может выглядеть. Изучили паттерны, по которым амеба тянет отростки в поисках пищи, и разработали алгоритм, который повторяет их. Полученная модель, уже виртуальный слезевик, и построил схему космической паутины. Это так и оставалось бы рисунком компьютера, пока ученые не придумали, как разглядеть паутину по-настоящему. Восемь месяцев подготовки и наблюдений через очень большой телескоп Европейской Южной обсерватории, он так и называется, очень большой телескоп, Заглядывали глубоко в космос и засекли излучение космических нитей, которые были 1-2 миллиарда лет после Большого взрыва. Замеченные нити растянулись на расстоянии в 15 миллионов световых лет. И самое неожиданное, их подсвечивали молодые галактики, которые увидеть напрямую пока не удалось. Зато получили фотографию нитей, и мы можем увидеть часть космической паутины, которая пронизывает Вселенную. Думаю, интересно об этом поразмышлять, гуляя по весеннему лесу и разглядывая физарум по лицефалам. Недавно по соцсетям разошлась эта потрясающая фотография. На ней стая из тысяч скворцов над озером в Ирландии приняла форму птицы. На самом деле было еще и видео. Стая движется как единое целое, постоянно меняя форму и направление движения. Это завораживающее явление называется мурмурация, от английского выражения шелест или шепот скворцов. Хотя встречается такое и у других птиц, но у этих могут собираться и вот так танцевать в небе сотни тысяч особей, до конца не ясно, зачем им это нужно. Хотелось бы думать, что во имя красоты и искусства, но основная гипотеза сбить с толку хищника. Нечто похожее с той же целью устраивает косяки рыб или рои насекомых. Так вот, с точки зрения физики, это особая разновидность вещества, вот эта стая, и называется она неожиданно активное вещество. Оно состоит из частиц, способных к спонтанному движению, то есть может использовать энергию из окружения, в том числе от взаимодействия с себе подобными, чтобы двигаться самостоятельно. Хотя частицами могут быть и неживые объекты, но дальше мой совет, представляйте вместо абстрактных частиц и точек скворцов. Так будет намного интереснее. И вот группа математиков обнаружила новое состояние именно активного вещества и назвала его вихревым. Открыли его с помощью компьютерного моделирования. Ученые изучили систему из десятков тысяч частиц. Их поведение больше походило на поведение бактерий или наночастиц, то есть не слишком разумное. Так что воображать лучше глупых скворцов. Частицы располагали произвольным образом с разной плотностью. В итоге обнаружились уже известные нам твердые, жидкие и газообразные состояния такого виртуального активного вещества. Даже наблюдалось поверхностное натяжение. В какой-то момент система обрела странный вид. Частицы стали собираться в устойчивые вихри. То есть они организованно вращались вокруг общего центра масс. Более того, каждый вихрь вел себя как квазичастица, да еще и с необычными свойствами. Обнаруженные вихри не подчинялись второму закону Ньютона. То есть если к ним приложить силу, то они не ускоряются, к чему мы привыкли в обычной жизни, а двигаются с постоянной скоростью. Как будто они находятся в вязкой среде, где материальным точкам ускоряться мешает силы вязкости и трения. Еще вихри могли сливаться друг с другом и получались более массивные структуры. Теперь предстоит узнать больше про это новое состояние активного вещества в экспериментах с реальным активным веществом. В планах исследователей построить более сложную модель, где каждая частица будет способна обрабатывать информацию. То есть будет в некотором смысле более разумно, чем сейчас. Это должно помочь в создании самособирающихся материалов. Но на практике результаты могут неожиданно пригодиться и в науках о человеке. Ведь мы с вами тоже бываем частицами активного вещества. Часто во время подготовки новой пушки попадаются истории, которые не тянут на большой сюжет, но поделиться ими хочется. Так что я подумал, а давайте попробуем новую мини-рубрику. Пусть пока называется «Коротышки», чтобы про каждую коротко и бодро. Итак, в Германии первую фазу испытаний на людях прошла вакцина от рака мозга. Прививки от рака – это не совсем то же самое, что прививки от гриппа. Их делают не заранее, на всякий случай, чтобы не заболеть, а когда уже болезнь началась. Но ключевая идея та же – мобилизовать иммунитет человека, чтобы он сам начал уничтожать мутантов. В каждом из нас каждый день появляются раковые клетки. Это нормально, организм их убивает сам. Проблема начинается, когда кому-то удается ускользнуть. В новой вакцине есть белок, как в раковых клетках, но когда он сам по себе, он безвреден. А вот организм начинает его атаковать и запускает в ответ на него активнее системы защиты. Новая вакцина оказалась безопасной для людей, что уже здорово. Но насколько она помогает в лечении, пока не ясно. Ведь все пациенты параллельно проходили стандартный курс терапии. Теперь готовятся провести испытания с контрольной группой. То есть одних будут лечить и давать вакцину, а других только лечить без вакцины. И сравнят результаты. Инженеры и физики из Института Джорджии придумали, как 5G-сеть превратить в источник беспроводной зарядки устройств. То есть идете вы по городу, а ваши гаджеты подпитываются по воздуху сами по себе. Для этого достаточно карточки, распечатанной на 3D-принтере. Дело в том, что радиоволны от микроволновки до Wi-Fi могут быть источником энергии. Было много проектов, как питать от них разную технику. Например, смартфон, который заряжается от радиоволн, который сам же излучает, что должно прибавлять батареи треть заряда в течение дня. Не полетел проект. Но тогда не было 5G. Мобильная связь нового поколения использует высокочастотный диапазон. Поэтому плотность излучаемой энергии очень высокая. Но проблема в том, что чем дальше ты от ближайшей вышки, тем больше должна быть антенна для ловли волн, для подзарядки. А чем больше антенны, тем точнее тебе надо ее наводить на источник. Новая антенна, изобретенная инженерами и физиками, может принимать волны в любом направлении. Но пока конвертирует энергию не очень. 6 микроватт на расстояние почти 200 метров от вышки. Если удастся развить, то должно начать хватать на зарядку смартфона, умные одежды и прочие некрупные электроники. Едем дальше. Дело не в том, какого пола лидер страны, а в культуре, которая доминирует в обществе. Исследователи проверили популярные в мировых СМИ утверждения, что страны, где во главе стоят женщины, лучше справились с пандемией ковида и часто приводят пример Новой Зеландии и Германии. Так вот, статистика говорит, что нет. Смотрели на смертность. Страны, где лидеры мужчины тоже справлялись и хорошо, и плохо. Они хуже. Учитывали и то, что в целом женщин глав в государств меньше. Ученые хотели все же найти реальное объяснение успехам тех, у кого получалось, неважно какого пола. И попробовали сравнить страны по двум базовым культурным переменам. Первое. Индивидуализм. Насколько люди склонны быть каждый сам за себя. И второе. Индекс дистанции власти. То есть жесткость социальной иерархии и социального неравенства. Оказалось, что чем больше индивидуализма и жестче структура общества, и больше неравенства, тем справлялись хуже. В Новой Зеландии с этим все хорошо, как и в других странах, где смертность от ковида была низкая. Хотя лидерами были и мужчины, и женщины. Интересно, авторы предполагают, что именно такая культура и делает вероятнее приход во власть женщины. То есть женщины-лидеры – это еще одно достижение таких культур. А теперь, кажется, полюбившаяся вам мини-рубрика с загадками. Что-то действительно вы слишком легко справляетесь, так что сегодня устроим посложнее. Помните, по интернетам ходили скриншоты про исследования, согласно которому мы читаем слова целиком, поэтому тасовать буквы можно внутри как угодно, все равно поймете. А попробуйте-ка то же самое с числами. Первые и последние цифры в каждом числе здесь на своих местах, на своих. Остальные цифры местами перепутаны. В сумме под чертой тоже. Расставьте, как должно быть, чтобы все складывалось и сумма была верной. И вторая загадка ее придумал вьетнамский гений математических головоломок. С ней не справились финалисты шоу талантов, но вы, я не сомневаюсь, решите. Покажите, что возможен треугольник, сумма всех трех высот которого меньше, чем один миллиметр, но его площадь больше, чем площадь Земли. 510 миллионов квадратных километров. Кажется, что такой треугольник невозможен, как что-то может быть таким маленьким и таким большим одновременно. Но это вас обманывает интуиция. Здесь достаточно простейшей геометрии, даже если вы ее совсем забыли. И никакого подвоха, честное слово. Ответы на все загадки, ссылки на материалы ко всем новостям в выпуске, все собрано в одном доке, а ссылка на него под этим роликом. Это была Пушка, для вас ее зарядил Влад, это канал Сайван. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова